так здравствуйте здравствуйте так нам полетели первые сердечки так мы сегодня с вами в прямом эфире прямом эфире сейчас мы камеру настроим пока так нас уже даже прям несколько человечков подключилась так здравствуйте и так привет девчонки сегодня у нас четверг два часа дня на прошлой неделе мы с вами не встречались и даже хочу сказать даже два четверга не встречались потому как были делишки немножко другие я немножко успела вот посходить на недельку и сегодня мы возвращаемся к нашей традиции встречаться по четвергам вконтакте в два часа дня и сегодня с вами буду опять я наталья как люгина я инструктор школы екатерины николая мирошниченко которая работает уже вот много-много лет и в городе ростове-на-дону очень многим известна эта школа очень многие мастера во всей нашей стране и не только в европе знают о таком прекраснейшем творческом человеке как екатерина мирошниченко которая вот уже 20 лет в этом году было 20 лет как организовался маленький салончик которым работали екатерина николаевна вера николая мирошниченко вот и вокруг себя собрали большой огромный уже конечно за эти года коллектив и очень многие девчата обучились успешно работают зарабатывают уже сами многие стали преподавателями это я знаете что-то так ударилась ностальгию я пришла работать в компанию 17 лет назад это был как раз такие вот в июне я училась и закончила как бы курсы по маникюру и наращиванию в июне вот июнь июль набиралась опыта и начала работать в компании 15 августа 15 августа 17 лет назад и как раз пришла девчонки уже работали три года вот и за это время конечно огромное количество человек прошло через нашу замечательную компанию она не называлась раньше школа эми да это был просто фэшнл нэйл центр центр ногтевой моды который потом перерос в огромную империю эми вот знаете так ударилась воспоминания вот но просто лето романтическое настроение ну а сегодня мы с вами конечно же будем делать дизайны будем дизайна делать быстрые прошлом прошлый наш мастер-класс проходил вот значит на тему эми цветочек как раз таки да вот найти на компанию эми значит цветочек который когда-то давным-давно придумала екатерина николана мирошниченко вот и так здравствуйте я поднимаю глаза всем доброго времени суток здравствуйте так пока вопросов никаких нету так и как раз таки мы опять же посвящали времечко наше в эфире коллекции гель-лаков soulful morning до 8 прекраснейших оттенков и рисовали цветочки вручную вот такой вот красивой прорисовочкой и на youtube канале есть уже конечно этот же урок если кто-то уже рисует мне кажется вся страна эти цветы ну мало ли вдруг кто-то забыл как делается да или хочет как-то свои воспоминания как бы так вспомнить вспомнить с чего все начиналось вот значит мы рисовали вот такой вот вариант это все было нарисовано вручную до рисовали кисточкой прорисовочку делали так далее а сегодня девчат мы сделаем с вами варианты дизайнов но конечно же по времени они будут гораздо быстрее нежели вручную рисовать конечно же с помощью декораций до в которые выходят в огромном количестве в компании ими и сегодня мы как раз таки вот мы не делали с вами я не делала с вами дизайны именно из этих декораций и мы сегодня с вами их возьмем в работу значит это одни из последних декораций которые были это вот которые выпускались это девчат значит какой там по ага вот идет значит 111 номер на илдресс оранжерея ну кто не знает вот это слово на илдресс да это такое специфическое название которое именно только в компании эми есть то есть ну по сути да с технической стороны вопроса это конечно же слайдер да переводная картинка которая вырезается обязательно размещается там на мокрую салфеточку в капельке лужи в капельке какой-нибудь водички все и просто как переводная картинка переводится на поверхность и так на илдресс оранжерея номер 111 да воспользуемся сегодня и можно взять на илдресс 112 очарование ну цветы и цветы и листочки зелень бабочки да это такие атрибуты лета атрибуты лета если например делать дизайн на одном пальчике но почему бы не добавить например какой-нибудь цветочек листочек и так далее значит прикольная тема я значит когда начала готовиться к прямому эфиру ну и в моем задании сегодня стояла воспользоваться гель-лаками которые у нас в коллекцию входит в коллекцию soul full morning вот такая коллекция 8 оттенков 8 оттенков гель-лаков мы уже делали конечно же прямые эфиры с этими гель-лаками уже как бы многих нас на в памяти конечно же остается но что хочется сказать ну конечно же для любителей спокойных оттенков я считаю это то что нужно то что как бы самое крутое сейчас я вот на илдрессы пока в сторону уберу так еще раз напомню вам 111 оранжерея на илдресс это слайдеры до переводные картинки и 112 очарование на илдресс от компании эми слайдеры цветочная листочная такая тема а вот значит начиная от номера 409 409 номер 410 так сейчас мы попытаемся как обычно вот пытаешься быстро сделать ничего не получается быстро 10 11 12 13 так 413 имеется ввиду 14 прикольный такой летний лето такое лето лето летние 15 16 вот так номера 409 по 416 номер вот такой вот замечательный набор гель-лаков это знаете вот не знаю начиная весна лето и даже можно немножко уйти в осень я думаю что такие варианты как бы пригодятся гель-лаков нежные пастельные да такие легкие оттенки палитра состоит из восьми вот таких вот освежающих цветов которые отражают ощущение свободы легкости весенне-летнем воздухе это только знаете красивый такой пить да когда рекламируют товар от нежно-фиолетового цвета до цвета тиффани значит ну что хочет сказать про эти гель-лаки девчат оттенки конечно очень плотные идеально подходят для создания не только актуального однотонного маникюра но и дизайна в стиле градиент и я в принципе хочу опять же на этой теме остановиться потому что очень классно сочетаются в градиенте и очень легко смешиваются вообще можно даже знаете закрытыми глазами так ну и конечно же продаются в магазинах наборах да и можно и 9 миллилитров купить и девять и шесть да то есть как бы разный объем есть то есть как бы без всяких проблем так ну и потихонечку начнем да так это я уберу сейчас в коробочку еще раз скажу о том что хочу вот все и сразу знаете вот по одному это конечно красиво но когда все и сразу как положено в ростове-на-дону все лучше и сразу получается даже очень ничего и так значит предлагаю вам сделать такой очень простой вариант интересный вариант значит с градиентом одна часть у нас будет с вами с градиентом ноготочек другая без градиента и например какие цвета я хотела бы подобрать сейчас ну во первых как бы можно взять и поиграться с цветами которые вот например есть ну цвета которые как бы есть на наших картинках зеленый цвет да может любой подойти желтенький цвет оранжевенький цвет розовенький цвет то есть из коллекции soulful morning мы как раз таки можем взять любые цвета и оттенки которые есть например у нас на андресах да как вот правильно подобрать и так желтый розовый зеленый да но это как минимум давайте начнем и так желтый 414 розовый 415 давайте какой-нибудь зелененький причем можно взять вот такой можно бирюзовенький может чуть потемнее взять ну-ка вот такой можно взять сюда добавить либо такой зеленый либо такой зеленый так всем доброго времени так вот я сейчас попытаюсь голову поднять всем доброго если вдруг какие-то вопросы пропущу не бежать эти чадо я прошла курс по имя цветочки здравствуйте классные слайдеры до градиент получается легко и быстро да и только что это проговорила спасибо марин что вы подтверждаете мои слова классные спокойные цвета как найти эфир на ютюбе с фирменными цветочками но у нас на на канале екатерина мирошниченко там как правило все это выкладывается то есть а эфир был получается два четверга назад то есть как бы посмотрите я думаю что он менеджер если вдруг увидят ваш вопрос они помогут нам быстрее найти и так я подобрала цвета давайте будем делать градиент так у меня с той стороны есть я сейчас буду делать как бы зеркальный такой вот чуть-чуть побольше на весь ноготь не буду делать буду делать на половиночку вот так смотрите буквально аккуратно так вот без всяких знаете там выпендрежей давайте даже прям потемнее цвет возьму чтобы было хорошо видно так например цвет 414 400 вот например 13 вот такой вот зелененький и давайте закончим например 415 розовеньким понятно что девчат на коротких ноготочках конечно же как бы очень сложно разместить например цивили три цвета можно было бы взять допустим два не обязательно же да все три мне просто хочется показать чем больше тем лучше и показать как они очень легко очень легко смешиваются это оттеночки кисточка для градиента девчат она у нас одна неизменная четверочка никаких других кисточек во имени для градиента кисть только не знаю что она называется кисть амбре в чем разница между амбре и градиентов я так и не совсем понимаю думаю что градиент это все таки то что амбре это то что относится к покраске волос да когда кончики одного цвета там около корней другого цвета а вот например градиенте мне кажется это больше относится все-таки к ноготочкам так как найти эфир только у меня прерывается голос здравствуйте ой девчат вот ничего не могу сказать может я быстро говорю может быть нужно говорить будет чуть-чуть помедленнее тогда будет очень хорошо непрерывистая речь и так девчат кисточку чтобы подготовить кисточку к работы нужно взять и кисточку смочить в жидкую базу бейс гель в нашем случае бейс гель буквально капелька базы кисточку аккуратненько вот так с двух сторон аккуратненько промоем базе и вытру обыкновенной какой-нибудь салфеточкой можно взять влажную салфеточку взять можно без ворсовую салфетку взять это не принципиально важно у меня тут влажная салфеточка есть все кисточку аккуратно вытираю и теперь смешиваю цвета на поверхности ногтевой пластины так аккуратненько смешиваем два цвета между собой вот например желтый и бирюзовый цвет так кисточку вытираю и смешиваю два цвета здесь на поверхности прямо здесь вот аккуратненько бирюзовенький и розовенький а теперь девчат проходите сверху вниз подмешали цвета так просто быстрее получается я делаю градиент ну в принципе уже много раз те кто так следит за нашей на за нашим расписанием вот на youtube канале значит я делаю градиент всегда без акриловой пудры и и как-то ну не иной раз просто даже лень какие-то еще дополнительные материалы использовать потому что очень легко все смешивается самое главное не давить на кисточку последовательно прохожусь от кутикулы вниз к свободному краешку и очень легко цвета смешиваются но во первых вообще эти цвета легко смешиваются вот очень легко процесс смешивания проходит если вы смешаете цвета посерединочки то есть вот смешали цвета посерединке и все этого достаточно для того чтобы очень легко один цвет перешел в другой цвет так а я тем временем приготовлю еще один типсик пока он не сохнет первый слой возьму еще один типсик так и давайте например мы сделаем с вами градиент вот в какой-нибудь например нижней части давайте например я возьму какой-нибудь голубой например оттенок 416 попытаюсь задействовать максимальное количество так какой давайте вот отсюда например вот так вот голубенький цвет давайте возьмем розовый цвет или знаете давайте до розовый потом например там сиреневый или желтый тут не принципиально важно если что-то пойдет не так можно потом вторым слоем знаете просто вообще взять совершенно другие противоположные цвета и все равно в дайте все будет хорошо так ну давайте сиреневый хотя вот знаете как бы желтенького наверное и не хватит но посмотрим можно потом добавить если что итак смотрите как бы я не нанесла цвета вот здесь подмешиваю серединочку между голубеньким оттенком и розовым кисточку вытираю между розовым и сиреневым подмешала так и теперь аккуратненько вот начинают голубенького цвета сейчас посмотрю вот смешаю сейчас и буду проходиться тут так туда обратно чуть ниже ту до обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже и посмотрю сейчас какого цвета мне будет не хватать но вот не хватает немножко яркости какой то можно между голубым и розовым например какой-нибудь желтенький поставить сейчас подсушу и потом разберемся так но здесь еще разочек повторим то что уже сделано и так у нас получается с вами немножко желтая верхушка 414 номер до дальше мы добавили бирюзовый цвет будет такие так не знаю вот совсем потерялся розовый давайте вместо розового например оранжевенький добавим а можно и один и другой добавить это абсолютно неважно девчон просто найти своего рода так вот можно даже похвастаться что можно смешать все оттенки которые входят в набор ну вот так давайте раз два три четыре здесь конечно самый такой поярче получается переходик вытираем кисточку это все время ныряю кисточку вытирать оранжевенький зелененьким подмешаем но даже не оранжевый такой какой-то персиковый так ну и персиковый с розовым посмотрим насколько его там останется внизу все и теперь спускаемся сверху вниз аккуратно туда обратно чуть ниже чуть ниже чуть ниже вот желтенький бирюзовенький перешел бирюзовенький персиковый вот надо кстати было его чуть меньше да вот так вот и оставим кстати знаете можно перевернуть клиента пальчик наоборот и если например вот убежал совсем нижний цвет можно наоборот да как бы его приподнять снизу растушевать вот здесь посерединочки и наоборот потянуть его снизу вверх до кутикулы особо не доходите потому что ну во первых первое не получится там же кутикула будет мешать валик вот поэтому как бы и все и перевернули и все-таки вот здесь вот еще чуть-чуть подмешали все на самом деле я сделал это и для того чтобы просто для нижнего цвета чуть больше места оказалось так просушиваем так ну и здесь возвращаемся не знаю хочется все таки чего-нибудь эдакого ну давайте попробуем 416 номер чуть-чуть потом вставим немножко желтого будет поярче а дальше вот как мы и делали что там мы дальше делали сиреневенький да немножко розовенького и немножко сиреневого это 411 еще оттеночек вот этот который мы добавляли вот так то есть грубо говоря в первом слое желтый не поставила цвет а теперь просто к нему вернулась так смешали здесь подмешали такой здесь радуга а теперь пройдусь до чтобы выровнять поверхность голубой зеленый получился при смешении до желтеньким зелененький в желтенький желтенький в розовенький сиреневенький на самом деле все цвета прям проследились я аккуратненько знаете как бы все время преследует цель натянуть верхний цвет на нижний цвет так просушиваем я уже сказала что как бы готовясь к этому эфиру я пробовала соединить слайдеры которые вот эти наши новенькие до слайдер одни из новых скажем так вот я пыталась их соединить как бы вот на светлом цвете они немножечко нет они конечно видны но хотелось какой-то четкости и яркости как ни странно мне очень понравилось конечно в сочетании с черным цветом сочетании с черным цветом поэтому на вторую половинку ноготочка мы добавим гирлак номер 030 черный глянец да от компании естественно и будет очень прикольно смотреться и все цветы мы расположим и листочки и цветочки именно на черном фоне будет очень прикольно будет очень четко все эти слайдеры девчат сделали на белой основе поэтому даже на черном цвете они совершенно не потеряются раньше выпускали слайдеры ну и у нас даже какие-то были по первости такие знаете которые на черный цвет прикрепляешь и все и не не видны а сейчас конечно мало того что очень тонкие слайдеры очень удобно с ними работать но при этом цвет очень плотный основа белое получается что картинки будут видны и на черном фоне тоже так просушиваем как обычно 30 секунд так ну и как не покажется странным здесь я тоже добавлю черный цвет вот так по границе можно придумать какую-нибудь границу поинтереснее вот так аккуратненько выведем и вниз вот эта черная полоса черная часть ноготочка она могла быть изначально нанесена быть первой допустим но вот вы сделали допустим там укрепление базы просушили и потом часть ноготочка закрыли черным я бы не рекомендовала весь все-таки до оставить частного . вот допустим для градиента и будет очень интересно все это дело выглядеть то есть сначала черный цвет сделать а потом на оставшиеся части ноготочка сделать градиент так просушиваем и теперь начнем потихонечку добавлять наши декорации так ну что возьмем во первых конечно же нейл дресс да вот если допустим перевести дословно нейл дресс одежда для ногтей и это звучит как вот именно одежда для ногтей одежда который можно кроить можно выкраивать раскрою раскраивать не обязательно всю картинку целиком лепить можно просто взять и вырезать нужную часть так ну и вот я вам целые слайдеры показала мне просто есть начаты я же делала образцы поэтому я сейчас воспользуюсь слайдерами которые уже вырезала так ну что начнем наверное с листочков сейчас-сейчас и твисе я буду тоже цеплять не целиком а какие-нибудь части то есть вот тут вот сверху вот так половинку листика возьму причем постараюсь вот так ровненько отрезать так ну и конечно же буду размещать все это дело на здесь вот салфеточка мокрая видно вот положила в водичку листочек один с него начну так потом можно будет взять прикрепить цветочки давайте какие-нибудь такие чтобы тоже ровный край был дальше пойдут у нас по границе допустим до собирать буду мозаику цветочки может быть даже не все его так поменьше я когда делала первый раз даже знаете как-то особо не задумалась а сейчас что-то прямо меня это погрузило в какое-то размышление чтоб там такого сделать эдакого сейчас посмотрим но в любом случае мне от этих цветочков никуда не уйти поэтому я на них и ставку сделаю сейчас частично я уже начала с этого слайдера поэтому мы сейчас с вами будем выкраивать краить можно будет бабочку добавить какую-нибудь тоже прикольно будет смотреться так цветочек еще один есть так листочки тоже есть так возьмем какую бабочку какую-нибудь желтенькую так как у нас там желтенький фон вот этот можно еще цветочек задействовать он тут одинокий вообще прикольно слайдер знаете использовать полностью конечно же да сейчас мы это все дело бабочка желтенькая хочу надеюсь что все разместим на нашем моготочке бабочка еще мне вот этот листочек тоже нравится сейчас я его тоже отсюда возьму тем более что он прям с этого же слайдера поэтому он будет хорошо сочетаться так ну и потихонечку поехали значит прикреплять девчат будем мы с вами только на черную сторону давайте вот цветную сторону ставим в покое и можно отделить например да разделить границы поставить между одним цветом и вторым можно например нарисовать от руки можно воспользоваться я уже неоднократно вспоминала слайдеры такие с полосочками знаете есть белые черные серебряные золотые думаю золотая лучше всего подойдет а прикрепим прикрепим эту наклеечку на топ теклас на топ теклас топ безлипкого слоя очень универсальный может быть промежуточным этапом может быть завершающим этапом наносим с вами стекласс топ безлипкого слоя в нашем случае это текласс может быть вы работаете с какими-то другими материалами да то есть вам нужно будет топ безлипкости для того чтобы приклеить на идеально гладкую ровную поверхность значит наклеечку чтобы она у вас там не поднялась ничего с ней не произошло так и мы с вами сейчас так секундочку секундочку так приклеиваем полосочку да она частично закроется может быть где-то но будем стараться сделать так чтобы все было у нас чистенько тоненько и аккуратненько и так есть у нас этот шармикончик да наклеечка она на липкое слое и поэтому хорошо ее прикреплять именно на просушенный топ безлипкого слоя чуть-чуть ровнее так есть такое дело и девчат слайдеры как правило до прикрепляют на липкий слой поэтому тонким тонким слоем мы добавляем с вами слайдер топ если слайдер топа слайдер топ если слайдер топа у вас нету слайдеры легко прикрепляются конечно же на жидкую базу то есть очень 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 тонким слоем наносим базу либо вот в нашем случае это слайдер топ до топ который не дает сколов девчат который хорошо на себе держит слайдеры которым хорошо закрывать слайдер и он не будет скалываться со стороны свободного краешка то есть такой немножко специфический гель который был сделан именно в компании эйми в лабораториях в лабораториях компании эйми знаете звучит как прям в лаборатории действительно какие-то там супер-пупер так ну а мы тем временем берем первые наши листочки и вот только-только вот сюда на черную территорию если захочется прикрепить какой-то цветочек прям сверху листиков девчат надо под руки взять ультрабонд или праймер и прикреплять допустим следующую картинку если вам нужно картинку на картинку приклеить то как раз таки можно на ультрабонд вот так обработать и например цветочек следующий прикрепить именно на ультрабонд прям сверху предыдущего слайдера сейчас я хочу немножечко у него сейчас будем делать знаете аппликацию как дизайн на самом деле такой вот он будет несложно но он будет как конструктор видите листик цветочек теперь просто можно цветочки до прикрепить сейчас у меня тут уже есть часть отрезана тарелки-палки можно взять подушечку для стемпинга да и прикреплять с помощью подушечки вот так ровненько стык в стык все лишнее заодно можно убрать как раз таки ультрабондом можно аккуратненько отрезать то что нам не нужно так ну и остается совсем чуть-чуть я хотела правда другой листик прикрепить ничего прикрепим этот почему отрезаем не нужно просто чтобы ровненько было да чтоб уже там ничего не исправлять никуда не убирать листочек вот так ну и вот здесь дать можно немножечко прикрыть допустим с помощью опять же ультрабонда цветочек в таком же стиле вот таким вот образом и видите практически черный фон весь стал закрыт сейчас мы подсушим это дело подсушиваем обязательно сейчас уберем все что нам не нужно с помощью можно например там пилочки или бафика так сейчас секундочку возьмем бафик со стороны свободного краешка если вдруг где-то что-то выглядывает так знаете получилось как будто ткань цветочная ткань подсушили обязательно обрабатываем праймером или ультрабондом и я сейчас нанесу топ текласс дабы закрепить все это дело на поверхности а вот на цветную половиночку можно взять и воспользоваться каким-нибудь шарми кончиком со словечками видите вот тут например такая незаметная золотистая такая надпись да можно такую более заметную какую-то прикрепить как раз таки очень хорошо подойдет какие-то словечки такие неопределенные значит курсив курсив номер 228 наклеечки шарми кончики видите разные словечки тут весна лето тут это глав и так далее то есть ну как бы такие вот незначительные какие-то такие слова которые могут нам немножечко приукрасить нашу картинку давайте вот такое темненькое тут словечко вот тут какой-то свит конфета вот так и конечно же закроем топом девчат можно воспользоваться тем же теклассом можно воспользоваться например топом ультрашайн где картинка от ультрашайн утра ультраблеск и закрываем такая вот цветочная тема и видны оттенки гирлаков из коллекции soulful morning и видны новые декорации и конечно же на всех пальцах этого делать не надо абсолютно ни к чему абсолютно то есть достаточно на одном пальчике это сделать и будет как бы очень даже интересно смотреться и мы вернемся с вами сейчас ко второй картинке значит вот у нас помните тоже градиент и тут можно взять какие-нибудь цветочки которые так такого розового уже оттеночка сейчас 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 секундочку цветочная тема продолжится лето знаю есть много клиентов которые говорят мне все что угодно только не цветочки обходится какой-нибудь абстракции вот ну и считаю что летом очень многие да даже те кто не рисует все равно какой-то цветочек листочек все равно хочется тем тем более что знаете очень много сарафанов сейчас таких цветочных как только потеплело да кстати у нас в ростове впервые за много лет вот сколько живу в городе ростове-на-дону такой знаете прям прохладный у нас июнь прямо у нас дожди дожди и прохладно нету изнуряющей жары все себя чудесно чувствует так сейчас мы продолжим с вами так прикреплять мы слайдеры будем на что ну конечно же на слайдер топ либо на базу да так как у нас есть наличие слайдер топ вот еще раз покажу слайдер топ вот мы сюда вот преимущественно конечно же на черный фон вдруг где-то у нас погранично да попадет поэтому про к промажу тоненьким слоем везде так подсушиваем этот вариант сейчас положим на общий наш листочек чтобы можно было потом просто как идея да сфотографировать смотрите вот с таким цветом цветочки вот с таким видно плюс градиент красиво на черном фоне смотрится прикольно здесь вот просто смотрите на градиенте черную полоску нарисовала сделала ограничение как бы с полосочками золотыми но не так просматриваются там кое-где и просто натолкала все бабочки а дырки закрыла маленькими цветочками тоже прикольно смотрится на одном пальчике видите просто все светленькие ну как бы банально смотрелось бы на светлом фоне а вот на черном фоне видите так прикольно получается как бы очень ярко выраженной получается с красивым четким контуром так ну а мы продолжаем тем временем я достала подушечку для стемпинга сейчас буду с помощью этой подушки нагружать нагружать цветочками цветочками границу чтобы было четко видно да куда ставим так закрываем вот здесь посрединке так ну а теперь тут все просто так разделим на две части вот эту картинку сейчас хоть она у меня уже и намокла ничего страшного сейчас разрежем часть мы расположим вот сюда наверх видно закрыта граница так и часть если найду теперь на своем рабочем столе елки моталки так нашлась конечно же схватим на подушечку и вот добавим вот сюда можно кроить как хотите знаете хоть кусочками хоть мозаикой выкладывать для полного счастья какого-то кусочка листочка вот сюда не хватает знаете как бы чтобы мало не показалось это очень легко исправить отрезав у какого-нибудь цветочка просто какую-нибудь веточку сейчас отрежем занимаемся курсами кройки и шитья давно не кроили причем вообще от балды вот сюда вот смотрите раз все и доставили получается очень прикольная тему все закрыли видно границу черный переходят прикольно в светленький так девчат ну конечно же подсушиваем подсушиваем дальше обязательно любые слайдеры для того чтобы было хорошее сцепление с ну как бы со следующим слоем до который мы будем наносить но в нашем случае топ вот обязательно ультрабондом или праймером обработайте поверхность слайдера потому что слайдеры не имеют липкости да это пленочка с рисунком поэтому хорошенечко обработали никакой толщины не имеет абсолютно но для хорошего сцепления будет очень хорошо держать так ну и закроем давайте давайте мы закроем я возьму ультрашайна у меня тут под руками стоит можно воспользоваться текласа можно воспользоваться ультрашайном можно взять матовый топ попробовать как прикольно получится но опять же девчата это кому как больше нравится закрываем топом и вот получается у нас видите и градиент и однотонное покрытие плюс слайдеры и получается очень даже забавно то есть вот этот фон где мы сделали с вами градиент его конечно же можно подстроить под любой цвет наряда да хочет барышня ваша желтенький да какой-нибудь фон раз покрыли желтый плюс там какой-нибудь розовый желтый с розовым хорошо всегда сочетается вообще знаете желтый цвет например я считаю что он вообще шикарно сочетается абсолютно с любыми оттенками вот абсолютно желтый розовый желтый голубой желтый сиреневый абсолютно не важно так давайте это сюда поставим для того чтобы красиво для фотографии получилось так и я сейчас перекрою еще разочек покрываю девчат топом просто выровняю поверхность так продолжение темы сейчас буквально пока будет сохнуть наш вариант крайний который мы сегодня с вами сделали хочу показать вам новые декорации которые вышли совсем недавно так как я недельку была в отпуске я тоже как бы ничего еще с ними не делал вариантами декораций но вызывает конечно же восторг сейчас я вам покажу их это нелкруст да такие объемные объемные слайдеры 5d но который объемчик опять же продолжение темы лето значит номер 41 калибри здесь если видите листочки травинки всякие и птички птички калибри и мне вот очень 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 прикольно понравилось лиловая дымка лиловая дымка объемные цветочки с веточками очень красивый цвет лиловый такой вот видите они объемные картинки как работать с объемными картинками мы наверное поговорим с вами в следующий четверг как всегда встретимся в два часа дня и обязательно обязательно сделаем несколько вариантов дизайнов я попытаюсь конечно подготовиться побольше я чувствую себя увереннее когда я найти как бы на камеру могу показать не один вариант ну сделать например один два варианта а на камеру показать там ну стучек десять раз вот я конечно постараюсь следующему четвергу подготовиться а вот значит сейчас попытаюсь посмотреть какие у нас тут может быть тут а вопросы какие-то задавал так градиент получился легко и быстро с ними да уже мы это говорили так вот прекрасно ссылку на имя цветок скинули девчонки спасибо большое с эфиром все хорошо было слава богу так все остальное оля написала нам огонь прекрасно очень красиво присоединились ага все отлично и так значит ну я думаю что хорошо видно значит обобщу немножечко и так мы с вами работали с коллекции вот с этой прекраснейшей коллекции soulful мунинг мунинг до 8 пастельных оттенков 8 пастельных оттенков использовали практически все вот видите все из коробки сегодня достала один только не задействовала салатовый яркий 412 номер очень классный из этих цветов считать номер 409 с номера 409 по номер 416 8 оттенков девчат и каждый сам по себе цвет шикарно выглядит но и прикольно смотрится конечно же градиенты с этими цветами вот очень легко смешиваются практически без резких переходов причем знаете вот так вот даже на камеру когда было не очень удобно и она все равно шикарно смешивается можно подобрать под любые картинки почему взяла черный цвет потому что для меня кажется что более четко красиво эти картинки смотрятся на черном фоне видите вот особенно прям вот мне этот вариант прям сильно запал в душу очень красиво смотрится вот значит минимум времени только если на время обуславливается количество времени которые ходят на дизайн обуславливается только тем ну как бы время просушки да получается цвет нанесли 30 секунд просушите слайдер топ нанесли опять подсушите да то есть как бы там перекрыл прокрыл там там ультрабондом слайдер перекрыл все равно там минутку надо подождать чтобы высохло только только чисто вот это занимает какое-то время а так на самом деле делается конечно быстро тем более что мы совершенно ничего не рисовали вы сами прекрасно видели сделали все это как бы вручную будем называть это дизайн такой конструктор до собрали его вот причем здесь и градиент и шермиконы и слайдеры да и все вместе и так это у нас сегодняшние варианты убираю в следующий раз мы с вами будем делать работать с новыми декорациями nelcruz 5d лиловая дымка номер 40 и 41 калибри видно вот такой вот летние что-нибудь сделаем и еще мне хочется показать вам вышел новый гирлочок он вышел прям вот один сам по себе 424 номер я сейчас наверное даже возьму какой-нибудь типсик стар попыталась быстро найти глазами но я сейчас обязательно найду чтобы взять и прям прям покрыть этот цвет прям красивый очень красивый у меня есть много девчонок знакомых которые прямо любят этот цвет именно вы знаете как бы однотонное покрытие на короткие ноготочки 424 номер 424 смотрите насколько он плотный нюдовый оттеночек такой бежевый это я нанесла в один слой на прозрачную типсу натуральный натуральный очень нежный очень нежный цвет это новый номер девчат вышел 424 424 вот в один слой на прозрачной типсе хотя так вот типс переверну прикольно и ложится очень мягко как по маслу для любителей натуральных оттенков для любителя натуральных цветов до нюдовый такой красивый пастельный очень шикарный оттеночек так все просушиваю и я тут увидела пока глаза подняла вопрос вопрос очень красиво так покажите пожалуйста цвета из этого набора да у нас с вами еще есть несколько минут значит итак коллекция soul full morning уже неоднократно делали много вариантов дизайнов уже с этими цветами вот а по поводу оттенков с номера 409 по номер 416 их 8 я немножко не по порядку их положила вот эти красивые оттенки которые сейчас найти как бы на все лето нет ну я конечно это как щас грубанула сказала, на все лето. Есть же у нас все-таки еще неоновые оттенки, которые любят наши клиенты. Это, знаете, такой ядерный розовый, ядерный зеленый, ядерный желтый, да, то есть как бы неоновые оттенки. Ну, а вот спокойные пастельные оттеночки на ножки, на ручки, конечно, будет самое то. С номера 409 по номер 416. Итак, девчат, все, в принципе, сказала, все, что хотела. Еще разочек покажу вот так на камеру типсы, которые мы сегодня с вами выполняли. Может кто-то сделает скриншот и кому-то пригодится. Тем более, что декорации, я думаю, что многие покупают. Знаете, как обычно у мастеров, купил декорации и лежит. И не обязательно, допустим, там будут бежать там за новыми. Может быть, посмотрите у себя в закромах есть какие-нибудь цветочные темы. Листики, цветочки, бабочки, знаете, которые вот не задействованы. Их все можно вот так вот натолкать, как бы на какой-нибудь темный фон, соединив со светлым фоном, и будет красивое-красивое лето. Ну что ж, всем удачи, девчат. Очень рада с новостью была сегодня с вами встретиться. Лето впереди. Будем делать много летних дизайнов. Увидимся в следующий четверг, как всегда, в два часа дня. С вами была я, Наташка Клюгина. А вам желаю удачи, творческих всяких идей в голову побольше. Вот. И побольше денежных клиентов. Всем удачи. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова